Он пишет там, что Тора — это приправа против помыслов о нарушении. Что имеется в виду? Что все эти сомнения перед грехом приходят к тебе для того, чтобы ты вознуждался в Торе. И тогда с помощью Торы ты возьмешь весь этот страх перед прегрешением, и все это переведет тебя от прегрешения к заповедям. Что это за преступные размышления такие? Это когда ты вспоминаешь все свои ошибки, когда ты пользовался ради самого себя, и можешь воспользоваться ими по-другому. Ты можешь ими воспользоваться правильно, приподняться над ними и превратить их в действие отдачи. И не может быть одного без другого. Нет праведника в земле, который был праведником и не согрешил. Что значит не согрешил? Что такое согрешить? Он должен почувствовать прегрешение для того, чтобы почувствовать его, чтобы приподняться над ним, почувствовать какие там силы, какие наслаждения. Он должен все пробовать, все, что находится в этом прегрешении. Попробовать все. Но он пробует это, то, что называется, через силу. Не то, что погружает его это внутрь. Не дает ему это увидеть, если у него нет достаточной подготовки. Он хочет работать с этим ради отдачи. Но он пробует, он видит, он чувствует. Он как бы это делает потенциально, в рожь, в замысле. Тогда он правильно планирует, как он с этим работает, и тогда это реализуется. Из рожи в гуф переходит. А если, не дай Бог, он хочет упасть в это, то вся эта форма исчезает. Творец упреждает его и исчезает, потому что он дает человеку для того, чтобы человек над этим мог сделать еще шаг вперед. Как ребенок. Его оставляют одного, он должен сделать шаг. И начать ходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова